Я сегодня расскажу о истории шансона в Франции. Шансон сформировался в конце XIX века в сценах театра Кавкабария. Тогда там не только танцевали кан-кан, но и пели. Когда же оформился главный принцип шансона – это песня, это песня, исполняемая автором в камерном помещении, и песня, в которой музыка неразрывно связана с сексом, обычно сюжетно. Этот жанр связывается в первую очередь с именами Мариса Шевалье и Эдит Пиаф. Всем известны такие певцы этого жанра, как Шарль Азнавур, Ив Монтан, Джо Дассен, Мирей Матье, Сальвадоре Адама, Лора Фабиан, Долида, Патрисия Касс и другие. Мы знаем творчество этих певцов по многочисленным записям и участию в фильмах, в которых звучали французские мелодии композитора Мишеля Леграна, Франция Лея, Владимира Косма, Поле Марьян. Подробно я расскажу об этом, о певице Эдите Пиаф. Биография Эдит Пиаф. В декабре 2015 года исполнилось 100 лет со дня появления на свет французской звезды по имени Эдит Пиаф. Но, кажется, сколько бы столицы не прошло, имя этой гениальной певицы будет также известно, а ее творчество также почитаемо, как и сегодня. Жизнь Эдит Пиаф – это череда взлетов и глубочайших падений. Пожалуй, испытания, отмеренных на жизнь этой крошечной женщины, ростом меньше полтора метра, небеса отмерили столько, сколько хватило бы на 10 человек. Смерть единственного ребенка, две автомобильные катастрофы, семь тяжелых операций в зависимости от наркотиков и алкоголя, приступы безумия и белой горячки, попытка самоубийства, три комы из-за гепатита, две мировые войны и потери любимого человека. Это лишь вершина айсберга. Биография Эдит Пиаф – это вереница трагедий, позволяющих назвать эту женщину мученицей и грешницей в равной мере. Эдит Пиаф родилась в декабре 2015 года. Ее родители – мать-актриса, отец-акробат. Он выступал с акробатическими номерами на улицах и площадях. Обнаружил, что маленькая девочка умеет петь. Вот жалостливые прохожие, смотря на поющего ребенка, в нищинских лохмотьях жертвовали больше денег. Вот так и на улице началась творческая биография Эдит Пиаф. Когда девочке исполнилось 14 лет, она начала жить самостоятельно, жизнью, зарабатывая себе на комнату пением в различных злачных местах. Тогда некрасивая, вульгарно подкрашенными губами и глазами, в ярких, не видавших стирки, трапках, она смотрелась ужасно. Но голос был великолепен. Уличную пивинью заметили хозяева кабаре, а также владельцы магазина, в котором она стала жить и родилась девочка. Вскоре девочка умерла от менингита. Больше детей у Эдит Пиаф не было. Сцена для Эдит Пиаф стала таким местом, без которого она не могла жить. В 1935 году 20-летняя певица попала в поле зрения владельца кабаре Джернис на Елисейских полях. Луи Лепре сравнивал эту бесценную находку с необработанным алмазом. Он придумал ей сценическое имя Пиаф в переводе «Воробошек». Будущую звезду обучали всему. Работать с аккомпаниатором, со вкусом одеваться, правильно вести себя на сцене, следить за мимикой, жестикулировать. А гранка алмаза оказалась жесткой. Вскоре новая звезда засверкала на подмозгах Джернис. На первых афишах ее имя звучало «Малышка Пиаф». Успех последовал неожиданно громке, а дебютное выступление на радио позволило ей прославиться на всю страну. Новый взлет случился после встречи с известным поэтом Раймоном Асо. Он научил восходящую звезду всему, чему не успел Лепле. Асо приписывает создание стиля Пиаф. Поэт-песенник написал специально под нее несколько композиций. Вскоре к ним присоединился композитор Маргарет Моно. От сотрудничества с ним родились знаменитые песни. После выступления Эдиты Пиаф на сцене самого популярного в Париже мюзик-холла «Асс» все парижские газеты написали о рождении великой французской певицы Эдите Пиаф. Во время Второй мировой войны она снималась в кинофильмах известного французского режиссера Жака Кокто. В 1941 году в картине Жоржа Лакомба. В 1955 году она выступала в Олимпии в концертном зале. Популярность ее была грандиозна. После концерта отправилась в гастрольный турне по Америке. Уже тогда звезда была очень больна. В 1961 году у нее обнаружили рак печени. Последний раз она вышла к поклонникам в 1963 году в марте месяце в городе Лилия. Личная жизнь. О ее романах рассказывают легенды. Удивительно, но эта маленькая, по большому счету некрасивая и даже в какой-то мере карикатурная женщина имела невероятную власть над мужчиной. При этом своих любовников всегда бросала первой. Едва к ней приходило понимание, что чувства остыли. Так, например, после совместной жизни она поступила с Ивом Монтаном, которому пробила дорогу на сцену и научила всему. Она помогла также Шарлю Азнавуру, с которым у нее была дружба. Во время гастролей по Америке звезда познакомился с известным соотечественником, боксером Марселем Серданом. Он стал главным мужчиной в жизни Эдит Пиап. На момент знакомства у Сердана была жена и трое сыновей. Но устоять перед этой маленькой, великой женщиной он не смог. И до конца жизни, разрываясь между семьей и Пиап, где бы он ни был, он учался со всех ног, если его звала Эдит. Он был самым любимым мужчиной. В 49-м году она позвала Марселя в Нью-Йорк, где тогда она гастролировала. Сердан бросил все, полетел. Его самолет разбился возле Азорских островов. О глубочайшей депрессии звезда спасалась морфием, алкоголем и работой. Она посвятила ему песню. Когда певице исполнилось 36 лет, она вышла замуж за певца Жака Пилса, но вскоре брат распался. В самом финале жизни Эдита Пиафа в ее жилище забрел сын греческих эмигрантов Сеофанис Ламбукис. Он был ее давним поклонником. Это была последняя страсть певицы. 20-летняя разница в возрасте, как и все другие условности, не интересовали женщинам. На тот момент она уже знала свой страшный диагноз – рак. Эдит Пиафа вышла замуж за молодого Сеофаниса. Она придумала ему сценическое имя Сео Сарапо и даже постаралась вывести его на сцену. Он с обожанием смотрел на эту изможденную болезнь, почти облысевшую женщину, до последних дней ухаживал за ней. В 1963 году легендой не стало. На кладбище Перла-Шес, где похоронили звезду, собралось более 40 тысяч людей. Они принесли такое количество цветов, что они толстым шаром услали всю аллею до могилы. Так Франция простилась Эдита Пиаф, певицей, автором песен, актрисой, звездой шансона. А сейчас я прочту перевод песни, которые пела Эдит Пиаф. Песня называется «Подам, подам». Этот мотив, который преследует меня день и ночь, этот мотив не рожден сегодня. Он пришел из такого же далека, как и я. Заигранный сотнями музыкантами, однажды этот мотив свезет меня с ума. Сто раз я хотела сказать, почему, но он пересек мою речь. Он говорит всегда передо мной, и его голос перекрывает мой голос. Он говорит «Вспомни свою любовь, вспомни так, как это твой черед. Нет причины, чтобы ты не плакала с твоими воспоминаниями на руках». Теперь я расскажу о биографии Ива Монтана. Ива Ливи появился на свет в 1921 году в городе итальянской Тосканы у итальянки Джузеппе и еврея Джованни Ливи. Когда в классе пришли фашисты, они перебрались во Францию, в город Марсель. В 11 лет Ива трудился на заводе, а вечером всегда в кинотеатрах. Он смотрел все голливудские фильмы, и это было отдушина в его жизни, без которой он не представлял своего существования. Но у парня имелось еще одно увлечение – пение, ибо Ива овладал прекрасным голосом и приятной внешностью. Когда он подрос, то начал помогать своей старшей сестре в ее парикмахерской. В то же время юный певец впервые вышел на сцену. Он придумал себе творческий псевдоним Ив Монтан, вспомнив, как когда-то его мама, смешивая французские и итальянские слова, звала его домой. Иво, Монта! В переводе означало «Иво, поднимайся». Под детским псевдонимом и началась творческая биография Ива Монтана. Он начал приносить домой немалые деньги, 50 франков за неделю, и родители поняли, что их мальчик действительно талантлив, и его пение нравится людям. Сформировался некий сценический образ шансонье. Героями его песен были рабочий, солдат, боксер. В этот период он познакомился с музыкантами и поэтами, песенником Франсисом Лемарком и Жаком Превером, и совместно творчество принесло прекрасные плоды. В 40 часов в году он встретился с легендарной Эдит Пиаф. Она была восходящей звездой французской сцены. Пара познакомилась в Моленруже, где оба выступали в одном концерте. Между 23-летним Иваном и 29-летним Пиаф вспыхнул роман, длившийся 6 лет. Но это был не только любовный, но и творческий союз. Эдит помогала возлюбленному найти его стиль. Написала для него новые песни, ставшие хитами, и по большому счету вывела его на сцену. За эти годы их близких отношений певец сформировал свой репертуар и превратился в профессионалы. Они часто выступали в дуэте, и после разрыва с Пиаф он отправился в свободное плавание уже другим человеком, узнаваемым, что было его детской мечтой. Он приобретает мастерство и открывается перед зрителями новыми гранями таланта. В начале 50-х годов в шанселье много выступает. В 53-м году певец за полгода сумел дать 200 концертов в зале Олимпия, каждый из которых завершался овацией. Этот рекорд никто не мог достичь. В середине 50-х годов и Монтан много гастролирует по Европе и Америке. Красавец Шансонье был настоящим итальянским матчем. Его столичная жизнь – это множество романов с женщинами. Летом 49-го года он встретил Симону Синьоре, известнейшую французскую актрису и красавицу. На тот момент она была замужем и имела дочь, но она не смогла устоять перед обаянием звезды. Симона бросила мужа и в конце 51-го года вышла замуж за Шансонье. Они очень любили друг друга. Всю свою долгую совместную жизнь они близки и целым, и духом. Она была ревнива, но никогда ничего не говорила Монтану на его похождения. Она была мудрой женщиной и давала ему хорошие советы. В 56-м году в октябре и в ноябре они посетили Москву и дали 4 концерта. Публика была в восторге от выступления Монтана. В одном из выступлений певец увидел в правительственной ложе Хрущева Никиту Сергеевича с его командой, членами правительства. Ему тоже очень понравился певец, и его он пригласил на банкет в зал за сценой. Монтан, как было принято на Западе, ответил, что ждет Никиту Сергеевича Хрущева в своей комнате. Но ему объяснили, что в Советском Союзе другие порядки, и Никита Сергеевич Хрущев очень хочет встретиться с ним. И в Монтан, и Симона встретили с Хрущевым. В беседе неожиданно Симона сказала ему, «Как могли ваши танки выступить против безоружных людей в Будапеште? Это же позорит вашу страну!» Никита Сергеевич разошелся, стал объяснять, почему они это сделали, а затем успокоился. Он пригласил их на встречу Нового года, где он станцевал ГАПАКА и поцеловал страстно в губы Симону. Она сказала Монтану, что ее никто так не целовал, и такой человек, который так танцует, веселится и так целуется, не может быть плохим человеком. Он ей понравился. В 60-м году во время гастролей в Ша, куда они приехали вместе, Иву предложили сняться во вновь снимаемом фильме «Займемся любовью». Симона не возражала. Партнершей по фильму была американская кинозвезда Мерлин Монро «Голливудская дива». У Монтана случился роман с ней, который развивался на глазах у супруги, которая присутствовала на съемках. Симона покинула Америку и из дома написала мужу холодное письмо. Ив Монтан прекратил роман с Мерлин Монро и вернулся домой. Но остаток остался. Симона стала пить вино и крепкие напитки, перестала следить за собой, располнила и постарела. Симона не стала в 85-м году. Ее провожать пришел весь Париж. Ведь она была великой актрисой, заверивавшей награды Оскара и золотую пальму весь в Каннах. Год спустя у Монтана случился роман с ассистентом «Король Ангель», которая родила ему сына Валентина. И Ив Монтан превратился в любящего отца. Он скончался в 91-м году, когда ему было 70 лет. Похороны артиста рядом с супругой Симоны на знаменитом кладбище «Перля-6», где давно покоилась его первая любовь – Эдит Пиар. Большую часть своего богатства он наследовал дочери Симоны Катрин-Алидрин. Теперь я в переводе прочитаю песню «Опавшие листья». Русский текст перевел Вархановский Борис. Музыка Косма. Стихи Привера. Ты хотя бы на мгновение вспомни, как мы были счастливы с тобой, в жизни той, наполненной любовью, где согрет был солнцем день любови. А теперь у ваших листьев стаи гонит по аллее прочь, он обрывки памяти листает, но не в силах нам ничем помочь. Забвение ему и вопрос, а ночь в ветер северный унес, но слышу из далеких дней мотив той песенки твоей. Она всегда во мне звучала, прекрасной грусти не тая, она давно принадлежала мне и тебе, любовь моя. Но не вырваться нам из круга, тех обид, что бьются в виске, и бежим мы вновь друг от друга, и волной смыть над след на песке. Да, теперь уносит листья ветер, из-за вены умирает боль, сердце отболело, не заметив, как его покинула любовь. Да, моя родная, все, что было, не смогли с тобой мы сохранить, но я знаю, ты меня любила, и тебя мне дано забыть. А что прошло, увы, прошло, и небо сбылось стекло, дрожит у ветра на краю, где я все слышу, песенку твою. Она во мне всегда звучала, прекрасной грусти не тая, она двоим принадлежала мне и тебе, любовь моя. Но не вырваться нам из круга, тех обид, что бьется в виске, и бежим мы вновь друг от друга, и волной смыть наш след на песке. Эта песня прозвучала в 1946 году в фильме «Вратан ночи», напевал ее Ив Монтан и Илен Йоахим, стихи Жака Привера, музыка Жосефа Космар, французского композитора из Бенгрии, еврейского происхождения. Вторая песенка «Под небом Парижа» поет Ив Монтан в переводе Татьяны Коньковой. Солнечный вальс «Под небом Парижа» парит, песенку эту выдумал юный гарсон. С воздухом смешан этой мелодией ритм, каждый, кто слышит им, непременно влюблен. И на мосту берси, всего, кого не спроси, каждый влюблен, каждый с музыкой этой знаком. Солнечный вальс «Под небом Парижа» парит, нежным крылом любви старый город укрыт. Солнечный вальс и хрустальных бокалах звенит, и отражаясь в сене на волнах блестит. Сколько бродяг, калашаров, философов, птиц в старом Париже, в городе тысячу лиц. Маленький Сен-Луи всех приют в пути, счастье свое он поможет в Париже найти. Солнечный вальс «Под небом Парижа» парит, нежным крылом любви старый город укрыт. А если дождь «Под небом Парижа» идет, в синем плаще Париж печально поет. Милый Париж, художник, мечтатель, поэт, лучей на свете нет и печальней нет. Но и дождливый он в солнечный вальс влюблен, радугой он, как улыбкой любви, озарен. Солнечный вальс «Под небом Парижа» парит, песенку эту выдумал юный гарсон. Автор песни «Обер-Жеро», известный французский композитор и текстовик, написал композицию «Под небом Парижа» для одноименного фильма в 51-м году. Спирт биография «Жона Дассена». Французский певец композитор, музыкант еврейского происхождения. Родился в Нью-Йорке, в семье актера и кинорежиссера, и ма скрипачки. Дед по отцу эмигрировал в США из Одессы. Джо Дассен был знаменитым французским певцом, он стал звездой эстрады Франции, при том, что язык не был родным для артиста. Его песни звучали по всему миру. Главной причиной любви к музыканту был особый тембр голоса. За свою творческую биографию Джо Дассен записал 20 студийных альбомов, объездил десятки стран, где его концерты проходили с аншлагами и оставили после себя богатые творческие наследия. География Шарля Азнавура Популярный певец легенды французского шансона, композитор, его авторству принадлежат 1300 песен. Певец занял первую строчку рейтинга лучших артистов эстрады 20-го столетия, знаменитый на весь мир французский шансонье армянского происхождения. Он родился в Париже в 1924 году в грузино-армянской семье, эмигрировавшей из Грузии. В 1920 году родители покинули Россию. Оба родителя были артистами и будущий певец рос в творческой атмосфере. В 1940 году он познакомился с коллегой Пьером Рошем и вместе выступали. В 1946 году на дуэт талантливых исполнителей обратил внимание Эдит Пиаф. Звезда пригласила дуэт поехать с ней на гастроли в Шар. После этого тура Шарля Азнавур стал узнаваем. Для Эдит Пиаф он написал песню «Джезебелл». И все исполнение они превращается в настоящий шлягер и хит. За песню Шарля Азнавура берется Поль Марья. Он прокладывает популярные песни-мелодии для оркестра, чем еще больше популяризует творчество Шарля Азнавура. Шарль Азнавур с радостью посещает Россию и радует поклонников своими концертами. Он снимался также в кинофильме «60 картина». В 2017 году Шарля Азнавур получил медаль Рауля Валенберга за помощь евреям во время Второй мировой войны. В 2018 году он скончался на 1995 году жизни. Провожали его с почетом при участии президента Франции как национального героя. Мирей Матвес, который он выступал, родилась в 1946 году, звезда французской эстрады, снискавшая мировую славу. Родилась в 1946 году в Провансе. Любовь к пению унаследовала от отца, который пел в церковном хоре. В 1985 году девушка спела «Джезабел» и заворожила слушателей, публика. Ей показалось, что она сценически оживила любимую Эдит Пиаф. Она нашла затем собственность и исполнение. Она своим пеем покорила США и Германию, посещала также с гастролями Россию. Теперь я скажу перевод песни, которые они пели. Ну хорошо. Дальше я перейду к Маку Бернашу. Дальше я попробую. К�. Лирическая песня «Когда поет далекий друг», она была посвящена французскому актеру Иву Монтау, написана поэтом Яковом Хеленским и композитором Борисом Макроусовым. В 1956 году по просьбе киноактера-певца Марта Бернеса, в том же году записана Мартем Бернесом на радио и выпущена на пластинке. Песня была очень популярна в конце 50-х годов. Ив Монтау впоследствии также исполнял эту песню с оригинальным французским текстом, написанным Франсисом Ремархом из воспоминаний поэта Хеленского. Инициатором создания песни был Март Бернес. Он сказал Хеленскому поэту, значит так, ты откладываешь все свои дела и принимаешься за стихи для песни, посвященной Монтану. В подарок его приезду. Композитора беру на себя. Через два дня поэт позвонил по телефону Марту и продиктовал 20 стихотворных строк. Неплохо, но это на слух. Пробегу глазами, подумаю и тут же позвоню, сказал Март. И вот рождался звонок. Простите, что задержался. У меня, ты не поверишь, есть лишь одно небольшое замечание, но существенное. Уже в первой страфе задумчивый голос нежданно. На какой черт это нежданно? Нужно без эпивоков. Задумчивый голос Монтана. И все. Рифма даже не нарушила эту песню и с этим было все решено. Теперь так. Я уже договорился, в принципе, с Борисом Макроушевым. И песня с самого начала оказалась бежучей. Слова настолько совпали с музыкой, что Март, всегда долго и упорно добивавшись такого слияния, широко улыбнулся. Ну, Боря, ты дает. У меня с первого раза ублажил и поэта не мучил. Вот что значит мастерство. Сразу хочется петь. Спасибо, дорогой. Когда вышла пластинка, включавшая эту песню, Март тут же переслал ее с Аказии в Париж. Иву Монтану. Ответный дар пришел быстро. Это был большеформатный портрет Ива с его надписью. Она гласила. «Моему далекому другу Барку Бернесу шлю наилучшие пожелания. Спасибо за диск, за песню. До скорой встречи. Париж, 56-й год». В декабре того же года Иву Монтану и Симона прибыли в Москву и их встретили в Востоке. 19 декабря 56-го года Март Бернес пошел на Монтановскую премьеру в зале Чайковского. Бернес блаженствовал. «Как движется, какая непринужденность и какая мера вкуса. Голос его я уже знаю во всех модуляциях и во всех тональностях. И в каждой песне, в каждом целодвижении я открываю для себя нечто новое. Высший класс». В антракте он сделал попытку пробиться за кулисы к Монтану. В руках у Марка были цветы для Симона и ноты этой песни для Монтана. Позже Бернес сказал. «Для первой встречи выше крыши». Золотой парень выложился полностью и, конечно, волновался. Без первый концерт в Москве Симона вокруг него хлопочет. «Встретили меня ребята как родного». Ив обнял меня. Симона, когда я поцеловал ее руку, поставил щеку, приняла цветы и сделала книгсами. В самом начале 90-х Монтан приехал в Москву всего на два дня. Он сказал корреспонденту московских новостей. «Я хотел бы проявиться у вас. Помните песню «Когда поет далекий друг». «Если я начну ее петь сначала, я заплачу. Я никогда не смогу забыть свои московские концерты». Могу еще рассказать вам о композиторах. Поль Мариан – французский дирижер и аранжировщик. Один из немногих современных композиторов, который сумел объединиться в музыке разные стили. Каждый раз, когда звучали его музыки, мир становился чуточку добрее. Он создал свой знаменитый на весь мир гранд-оркестр, музыка которого не зависела от капризов моды и становилась живительным глотком настоящего искусства. В Советском Союзе оркестровая музыка звучала с экранов телевидения и радио. Он аккомпанировал французской певице Далиде в всем нерасчисленных кастролях. В 1967 году он побывал с оркестром в СССР и с певицей Мирей Матье, которую он аккомпанировал. Из американских исполнителей ему нравился Фрэнк Сенатора и Фриджераль. На отдельное и самое высокое место он ставил Мишеля Леграна и Поля Махаркина. Сеодор Косма, 80-летний французский музыкант. Он написал музыку к известному кинофильму «Идрушка», «Высокий блондин в черном ботинке» и другие. Более 160 блистательных сандреков и фильмов. В кино начинал как аранжировщик музыки Мишеля Леграна. Мишель Легран родился в 1932 году, прожил 86 лет. Французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и певец. Трехкратный создатель кинопремии «Оскара» за лучшие песни к фильмам. Он написал более 200 песен кинофильмов. В России в первую очередь известен музыкой французскому фильму «Шербургские зонтики». Он неоднократно выступал с Тамарой Гварцетели и писал для нее музыку. После концерта певицы в Парижском концертном зале «Олимбия» в 1991 году. Он был знаком также с Эдитом Пиат и Морисом Шевабиловым. На этом я заканчиваю. Будьте здоровы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok